Всем привет! Многие спрашивают меня, зачем нужны скрипыши? И сегодня я покажу вам 50 способов применения скрипыши 2 из магнит. Стильный браслет, уникальное ожерелье, уникальные сережки-дебельдожки, украшения для кроссовок, ошейник для коте. Правда, коте это совсем не нравится, этот ошейник. Да, кошки не любят такие ошейники. Игрушка для коте. Ай! Брелок на ключи, ну или куда угодно, в общем, в общем брелок. Во, смотрится красиво. Органайзер для проводов. Во, смотрите, как держат провода отлично. Смотка для наушников, правда у меня нет наушников проводных, только беспроводные, поэтому, ну можно сказать, что это украшения, украшения для техники. Заколки для волос, видите, как можно кастомизировать заколку с помощью вот этих скрипышей. О, будет такая необычная у вас заколка. С скрипышами можно заменить пуговки на куртки. Смотрите, они идеально встают. Ну не только на куртке, но и на рубашке. Вот так потом, хопа, отрываем, чик, и все. Смотрите-ка, обратно. Чик, прислоняю. Вот, хоп, и красота. Если любите ходить с незастегнутой курткой, они будут вот так красиво у вас висеть на куртке. Все, эта идея заслуживает Оскар. Их можно использовать вместо запонок на рубашке. Запонки для рубашки. Кто знает, кто не знает, что это такое, загуглите. Подвязка для цветов. Собачка на молнию, причем это реально очень удобно. Хоп, хопа, все открывается, застегивается. У меня на этой молнии раньше были вот эти собачки такие резиновые, но я их потерял. А теперь вот нашел скрипышей. Буду их использовать. Украшение для дверных ручек. Хопа, хопа, красиво, стильно, аккуратно. И на окна можно повесить. Как кукольный театр. Барни, барни, привет, как твои дела? Ой, плохо, мне пчела ужарила прямо в глаз. Ой, я знаю, отличное решение, чтобы глаз не болел. Какое симба, нужно плюнуть в глаз. А-а-а, теперь и второй глаз болит. Хе-хе. Очень модный ремень для штанцов. Опа, очень красиво. Кулон на цепочку. Смотрите быстрее, пока Валя спит. Ограничители для дверей и окон. Хопа, эти мягенько закрываются. Хопаньки. Хопа, все нормально. Хопа, мягенько закрывается и не стучит. Попсокер для телефона. Видите, как хопа, хопа. У меня не получилось. Попсокер для телефона. Копирка для рисования животных, зверей и все такое. Пять сек, и с помощью такой копирки мы можем нарисовать любого скрипыша. Штампики для рисования. Макаем в красочку. Хоп. И... Что же получается? Вау, получается Микки Маус. Ничего себе, какой офигенный штампик. Ну, работает не идеально. Но вот более-менее штампик Микки Маус получился. Закладка для книг. Очень хорошо работает. Хопа. Так, здесь у нас написано про медведей. А здесь у нас написано про вискос. Можно использовать как ободок. Причем ободок можно как украсить, так и сделать из скрипышей свой ободок. Украшение для кукол. Вот, познакомьтесь, это сумочка из льва. Сумочка из симбы. Очень дорогая. Их можно использовать как стерку. Так, сейчас будет тест. Мы, кстати, никогда не пробовали это делать. Ничего не вижу, я просил. Да, стирают, а не стирают. А теперь покажи. Вокадину положу на стол. Ну, она, конечно, портится. Украшение для очков. Да, и даже сопельку можно сделать под очки. Гирлянда на елку. Ну, елки у нас еще нет. Но представьте, что снеговик это елка. Пометить кружку на работе или в компании, потому что в условиях, особенно вот этого коронавируса, помечать кружки, если они одинаковые, это очень важно. У меня просто вот кружка уникальная, а если шесть одинаковых кружек, можно на них скрипышей повесить, и каждый будет знать, что вот пиратыч, это моя кружка. Вот, а лосяш, это другая кружка. Завязка для пакета. Также из скрипышей можно делать загадки ребусы. Вот, к примеру, моя первая загадка. Пиратыч плюс любовь равно доричь. Что это за фильм? Угадайте фильм. Также есть второй фильм. Машинка плюс Элиза равно какашка. Что это за фильм? Вот, напишите в комментариях название фильма, ответы, скину в группу ВКонтакте или в Инстаграм, куда я не туда выкину. И по такой системе можно для ванны сделать противоскользящий коврик для ванны. То есть, чтобы когда ножки встают, хоп-хоп, скользко не было. Ну, это моя жена придумала. Вообще прикольная идея. Итак, вот сколько мы придумали применений для скрипышей. Два. А вы допейте до полтинничка в комментариях. Еще придумайте применения. Самые лучшие я отлайкаю. Так что, самые креативные зрители, пишите ваши комменты, как можно еще использовать скрипыши-2. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупач. Всем пока-пока.